Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Меня беспокоит отношение моего мужа с матерью, мне кажется, у него не здоровая любовь к нему, из-за чего он никак не может подрослеть, и порой боится ответственности. Мужу 36, мне 31, у нас общий ребёнок, с появлением сына муж стал ответственнее, но мать его как будто ещё больше стал тянуть к себе. Она его называет Солнышком и родным, постоянно забывает про своё здоровье как будто специально, чтобы сын приезжал и следил за ней. Мать его живёт с мужчиной, который ей помогает по хозяйству и следит за ней, чтобы ей не было плохо, но она его не любит и не уважает. Постоянно просит сына его забрать куда-то. Более того, её сын не сказал ей, что у неё родился внук, что мне тоже кажется ненормальным. Моя мама всё знает и помогает, когда может немного. Выбор. Выбор мужа. То есть, меня она не уважает после нашей первой встречи. Она ему столько наговорила, даже боюсь представить, что. В общем, стоит ли мне беспокоиться из-за их общения? Может, мне кажется, что у неё нездоровая любовь? Как себя вести? Вот. Ну, пожалуй, начать листой с того, чтобы задать вопрос, как себя вести, чтобы что? То есть, чтобы что? Если ваш муж, грубо говоря, не видит проблемы в том, что происходит между ним и его мамой. Если ваш муж не видит проблемы, то вряд ли вы можете в этой ситуации, в принципе, что-то сделать. Потому что человек не видит проблемы. Это первое. Это первое. Второе. Я не думаю, что вопрос поставлен так, поставленный так является корректным. Стоит ли беспокоиться. На мой взгляд, вы либо беспокоитесь уже, либо вы не беспокоитесь. И если вы задаете этот вопрос, то, скорее всего, вы беспокоитесь. И если вы спрашиваете об этом. Вот. Ну, и в общем и целом, в общем и целом, как мне видится, как мне видится эта ситуация, да, вот, что ваше беспокойство имеет под собой какую-то основу. То есть, грубо говоря, почву. И, соответственно, возможно, вам бы вот как раз обратить, ну, обратить бы внимание на то, а что же вас, собственно, беспокоит, да, то есть, чего вы боитесь. Ну, например, вы боитесь, что ваш муж не повзрослеет, вот. То есть, вас почему-то вот, ну, беспокоит, тревожит, да, что муж может не повзрослеть вас, что он может остаться, ну, вот, таким вот неповзрослевшим, грубо говоря. Что это значит для вас, если вам договоренностанность? Что это означает для вас, чтобы это могло значить для вас? Вот. Такой вот, на мой взгляд, нюанс нужно обязательно, ну, поисследовать. То есть, это ваше, ну, такое стремление, желание почувствовать себя защищенным, например. Это ваше стремление, желание, потребность, если угодно, в том, чтобы была какая-то определенность. Это ваша уверенность в, ну, в себе, вот, и так далее. То есть, что здесь, что здесь, в этом смысле, вызывает у вас тревогу? Вот. На мой взгляд, обратить, обратить, ну, обратить внимание, вам нужно, нужно именно, именно на это, в первую очередь. И уже, исходя из этого, смотреть дальше по ситуации, как это можно скорректировать. Вот. А как вы сейчас пытаетесь решить эту проблему? Вот. Как вы пытаетесь её сейчас решить? Сейчас вы пытаетесь её решить за счёт контроля своего мужа. Вот. Ну, по сути. По сути, сейчас вы делаете именно это. Вы пытаетесь просто контролировать своего супруга. Вот. Ну, как бы, ничего хорошего. На мой взгляд, из этого получиться не может. Не может. От слова совсем. Да. Потому что, ну, потому что это контроль, потому что, как бы, это, вот, попытки как-то человека, значит, переделать, переделать, да? И так далее. Вот. Поэтому я думаю, что вам будет здесь обратить больше на себя внимание, посмотреть, чего вы боитесь, и посмотреть на то, что вы можете сами сделать для того, чтобы ситуация как-то выпрямилась. Да. Придётся, возможно, принимать какие-то непопулярные решения. Да. Придётся, возможно, посмотреть на ваши внутренние конфликты и противоречия. Да. Но, тем не менее, это сделает вас, по крайней мере, независимы. Вот. То есть, если сейчас вы зависимы, да? Если сейчас вот вы, ну, как-то ощущаете, да, чувствуете себя зависимой, вот, то это сделает вас менее зависимы. На мой взгляд. Как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи обращайтесь. Удачи. Удачи это по моему ответу.